Всем привет! Я нахожусь в громавтозвук и сегодня, как вы уже поняли из названия, будет у нас подборка аудиосистемы. Это, наверное, самый частый комментарий, который остается под всеми видосами по автозвуку. Сделай подборку аудиосистемы на такую сумму, на такую сумму, либо на таких-то определенных компонентах, брендах. Поэтому сегодня давайте начнем этот год с видоса про автозвук, где сделаем подборку аудиосистемы. Вообще, как родилась данная подборка, сейчас небольшая подводка к этой теме. Я очень часто выхожу к клиентам посмотреть, что у них за системы. Либо они меня просят, чтобы подойти, посмотреть, подсказать. И я сталкиваюсь с тем, что особенно начинающие любители автозвука просто покупают какой-то 4-х канальный усилитель китайский. Это понятно, потому что он стоит дешевле, он покупается бэушный, и у них получается вот этот 4-х канальный усилитель мостом питает какой-нибудь сабвуфер, собранный ящик из бабушкиного шкафа, к примеру. Два канала остаются незадействованы. И причем эти два канала можно было вполне пустить на фронт, чтобы он более-менее адекватно работал лучше, чем от магнитола. Но нет же, люди не хотят заниматься винилопроводкой, либо еще по каким-то причинам. То есть они от 4-х канальника берут только мост. У них есть усилитель, который просто болтается по багажнику, и мостом запитанный самодельный сабвуфер. И видимо для таких случаев, не только в Казахстане, но и в России такие люди, ЕЛЬ Аудио выпустил вот такой вот сабвуфер в коробе. Это 12-й, 30 см получается динамик. Дабл порт, как мы видим. К тому же они сделали его с затычками такими. То есть вы можете порты либо полностью заглушить, и будет у вас сабвуфер играть как закрытый ящик. То есть это действительно работает. Либо вы можете порты открыть хоть один, либо увеличить сечение, ну, общую площадь портов за счет того, что вы обе, получается, затычки уберете, и будет у вас сабвуфер. Он очень похож на абсолютно любой активный сабв, за исключением того, что у него отсутствует усилитель, а стоят терминалы прижимные, удобные для того, чтобы его подключить. От такого как раз внешнего усилителя. Про то, что я говорил ранее, когда у вас уже в багажнике валяется какой-нибудь там, к примеру, 4-х канальник, либо 2-х канальник. Либо можно на него купить отдельно моноблок. Саб номинала там 250-300 ватт. То есть вот есть типа восьмерка, но это активный за счет того, что у него есть усилитель. А это под тип активного, то есть он не является активным, потому что у него нет усилителя. Но он идет сразу в коробе, и у него цена, соответственно, гораздо ниже по сравнению с активными сабами, потому что отсутствует усилитель и отсутствует комплект проводов. Что, естественно, удешевляет его. Но при этом качество остается прежним. Это тот же самый DL, 12-я башка, 250-там, 300 ватт. Ну, на этом мы сборку заканчиваем. Просто у вас уже есть усилитель. Покупайте данный сабвуфер, подключайте и наслаждайтесь. А если у вас 4-х каналь, и, говорю, первые 2 канала свободны, просто подключайте свой фронт. Отлично. Ладно, шутки шутками, но сейчас мы тогда к этому сабу. Давайте подберем все-таки компоненты, аудиосистему. И, к примеру, у вас нет усилителя. То есть, все соберем с нуля. К нему подберем 4-х канальник, от которого он будет работать нормально. И, соответственно, динамики на фронт. Погнали! Так скажем, гость нашей программы сабвуфер. Новинка прошлого года от DL. С него и начнем. Готовый короб, ничего пилить не надо. Терминал уже есть. Просто берете его и подключаете. Для того, чтобы его подключить, я выбираю один усилитель, 4-х канальник, мостом. Соответственно, 280 ватт данный усилитель мостом выдает. 280 ватт под этот саб, в принципе, это нормально. Я говорю, у него номинал там 250, ну, 300 ватт. 280 ватт, нормально, играть будет. Дальше. Что можно еще запитать от этого 4-х канальника? 4 канала по 100 ватт. Берем среднечастотники. Gryphon Pro, у которых номинал 80 ватт. Будут вам хорошо орать. Тут многие ездят просто от магнитола, их подключают. Главное сделать частотный срез. Там от 160 их запустить. Будут орать, будет громко. Саб будет басить. Что еще нужно? Однако нужно. Давайте возьмем на примере, опять же, 4-ки. То, что сейчас самое распространенное. В нашу аудиосистему сразу добавим подиумы. 16-й плюс рупор. И, соответственно, подкинем туда рупор. Рупор я взял диэлевский, но ошибся. Я считал, короче, аватар. Чуть-чуть подешевле. Принцип тот же самый. Стандартная дюймовая катушка. 98-й рупор. Здесь просто, соответственно, пластик используется. Чуть-чуть удешевит систему, но при этом на качестве звука это никак не скажется. Подкидываем сюда рупор. Громко. Цокаем. Еще один нюанс. Люди часто просят, типа, блин, я вот хочу блины оставить. Надо, чтобы вы тоже играли, короче. Поэтому я решил, что, окей, хотите блины, подкидываем грифон лайт. Это широкополосник. Однако, если посмотреть на его конструкцию, на его подвес, он один в один повторяет подвес среднечастотного динамика. Это значит, что данный овал предназначен больше для громкости, чтобы он просто орал. Как, собственно, вот эта вся эстрада, как все среднечастотные динамики. Диэль грифон лайт у нас номиналом 70 ватт, у них разница получается в 10 ватт. Это не критично. Но, не забываем, то, что у нас на усилителе 3-4 канал мостом уже занят сабвуфер. У нас остается только 1-2 канал. Соответственно, на 1-2 канал мы подгружаем шестнари и овалы. К примеру, они стоят в полке. Коммутируем их в 2 Ома, то есть плюс с плюсом, минус с минусом, и на канал кидаем. В 2 Ома такой усилитель выдает 150 ватт, то есть по 75 ватт на каждый динамик прилетит. При этом, так как они будут висеть на одном канале, они у нас будут иметь одинаковую настройку. Соответственно, этот овал басить не будет. Он, в принципе, и не должен басить, он рассчитан на громкость. И среднечастотный динамик, грифон. Все, у вас получится то, что у вас и спереди будет хорошо орать, и блины сзади будут вам подкрикивать. Это для поднятия общей громкости в салоне. Не на улицу, когда калитки открыты, потому что у вас они не в дверях стоят, а в полке. Они будут в салон играть. Просто для поднятия общей громкости внутри автомобиля. Вот это вот, это самая тема. Опять же, повторюсь, басить он не будет. Он будет иметь одинаковую настройку, как и среднечастотник. Басы у вас вот будут отвечать за бас. Сабик, гость нашей программы. Захотели изменить его звучание, затычки вытащили. Все, фазик. Чуть-чуть фазик приглушить можно. Изменяется, соответственно, объем порта. Звучание Саба меняется. Тут уже посмотрите на слух, как вам больше нравится. Дальше. К этому делу еще подкинем на Камичи магнитолу. Сейчас ее просто нет. Но она из недорогих. Плюс у нее, получается, есть блютуз для того, чтобы треки перекидывать. У него сразу идет две пары РЦАшек, чтобы нам подключить четырехканальник. И еще я хотел посчитать сюда проводку. Самая доступная алюминиевая проводка, вот, вся сюда выйдет в районе там 14 тысяч тенге. Если замахнуться на медь, то учитывайте, этот ценник будет за именно проводку. Уже не 14 тысяч, а раза в три больше. Медь очень дорогая сейчас. Поэтому смотрите сами. Я посчитал алюминьку. И у нас на алюминьке вся система вместе с магнитолой, включая и всю проводку, 186 800. Это 31 133 рубля. И это цены на сегодняшний день. На данный момент январь месяц, там, февраль месяц. Соответственно, январь-февраль, скорее всего, будет рассрочка на Каспии 0012. И вы эту систему можете переобрести в рассрочку на целый год. Без какой-либо переплаты. Я думаю, это просто шикарно. Со 200 штук, даже меньше, вы получите целую аудиосистему вместе с проводкой. Вот, все есть. И магнитола даже будет, говорю, на комичи сюда поставить. И можно будет запускать. Для тех, кто хочет переобрести за наличный расчет, предусмотрена, естественно, скидочка. Потому что это за наличку. Все сразу берете, мы вам сделаем скидочку. Для заказа пишите по всем указанным контактам под этим видео. Это громавтозвук в инстаграме, громавтозвук в контакте. Связывайтесь, пишите то, что хотите. Вот, можете скрин прислать. Вот, хочу вот это вот. Систему там почти за 200 тысяч. Сколько там? 186-800. И все, мы готовы вам отправить это по Казахстану. Без проблем. Вроде все. Как-то так. Если понравилось это видео, лайк, подписка. И оставляйте свои вопросы в комментариях. Какую еще сделать подборку аудиосистемы. Это прям вот идеально. Это запуск просто системы с одного усилка. Кстати, как я уже говорил в самом начале видео, у многих уже есть 4-х канальник. А это значит, что если из этой системы просто убрать 4-х канальник, вот вам, пожалуйста, опять же, экономия. Сколько у нас усилитель сейчас стоит? Почти 47 тысяч. То есть, 140 тысяч, грубо говоря, если у вас уже усилитель есть, вот это все остальное выйдет. Как-то так. Спасибо. Спасибо.